В Эстонии началась кампания «Достань рассказа из бабушкиного сундука», который проводит отдел фольклора Эстонского литературного музея в рамках Года культурного наследия, проводимого по всей Европе. Этой акцией организаторы преследуют сразу две цели. Уменьшить разрыв между поколениями и пополнить музейный архив. О подробностях узнаем у поэтессы, хореографа и танцовщицы Светы Григорьевой. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Давайте сразу о том, как технически это будет происходить и какого рода фольклор ожидается. Что это может быть вообще? Ну, впервые надо, что у тебя была бы бабушка или дедушка, или, может, вообще такой постарший родственник, и с кем ты хотела бы что-то, о чем-то там поговорить. И, в принципе, узнать какое-то там вспоминание яркое и так далее. И вот ты разговариваешь как бы с своей бабушкой и девушкой и, ну, запишешь это или на аудио, или на видео, и скачаешь файл на сайт. То есть это обязательно должен быть вот какой-то в такой аудиоформе, так скажем, представлено, да? Ну да, да. А что это может быть? Это рассказ, это песня, стихотворение, анекдот, я не знаю что. Ну, в принципе, да, все это вот. Ну, как бы, мы думаем, конечно, о фольклоре, это, например, народные там танцы или песни, там, частушки, ну, что-то такое. Но я как бы думаю, что это может быть в расширенном смысле вообще как бы быть, не знаю, какой-то ритуал, например, который у вас, не знаю, вместе с бабушкой, да, или с девушкой. Мне кажется, да, может быть, чуть-чуть такой расширенный смысл этой фольклоре. Да, это немножко интересный формат получается, потому что действительно организаторы призывают именно какие-то просить рассказать наших предков яркие истории своей жизни, какие-то яркие воспоминания. Хорошо, а потом эти яркие воспоминания можно будет услышать, увидеть, то есть литературный музей как-то собирается их использовать, своей экспозицией в частности? Ну, это я точно не знаю, но это, как бы, это может потом все, кто хотят вот это услышать, увидеть на этом сайте. И человек, который скачает вот это вот аудио, или это может, ну, как бы, там есть такое, как бы, условие, что ты можешь выбрать, или будет этот вот доступ к этому файлу через год, через пять лет, через двадцать лет. Так что ты, как бы, уже, ну, там уже такая темпоральная такая вот категория интересная. То есть нужно дать свое авторское разрешение на использование материала. Ну да. Но еще важный момент, нужно у источника этого материала тоже разрешение спросить. То есть бабушка не должна быть снята скрытой камерой или дедушка? Да, это точно. Бабушка должна знать, что это. Но это не нотариально заверенное согласие, достаточно, если она просто на камеру скажет, я согласна. Да, это, да, очень просто. Думаю, что стоит отправить, наверное, всех наших зрителей на сайт, который специально открыт для этого дела. Там есть информация и на русском языке, так что все можно прочитать, подробно обо всем узнать, и туда же загрузить, если вам есть что загружать. Да, ну одна из целей, которую ставят перед собой организаторы, это не только получить материал для себя, то есть у них не только такие меркантильные цели, что ли, но еще объединить поколения. Потому что, по мнению организаторов, вот молодежь, внуки очень редко общаются со своими бабушками. И насколько это действительно выполнимо? То есть может ли этот призыв способствовать тому, что действительно внуки пойдут по бабушкам, начнут с ними чаще общаться и оставят это общение на постоянном уровне? Ну я вообще так думаю, пока у нас еще есть бабушки и дедушки, нам надо все-таки с ними разговаривать и слушать, что они. Потому что они уже жизнь чуть-чуть видели, мне кажется, это важно все. Так это память, это откуда мы, это очень важно знать, откуда мы вообще такие, почему мы вообще такие. А как вам кажется, насколько велика вероятность того, что наши знания действительно пополнятся какими-то народными жемчужинами? Или это все больше похоже на такой прикольный флешмоб, что ли? Ну, я думаю, может быть это и прикольный флешмоб, да, но все-таки, я думаю, это все-таки интересно. Вот через 20 лет можно посмотреть там, что люди вообще, вот что, например, я буду в 70 лет вообще думать, ну вот, например, что бы рассказать внукам. А вот что, да, я об этом подумала, но вот я не знаю, мне тоже интересно, вот мне было бы 80 лет, что я вообще рассказала бы, что я вообще подумала бы, что это вот такое вот яркое в моей жизни, что я хочу там вот рассказать это внукам. Да, вообще интересно поговорить и об обратной связи, потому что если, например, внук начнет рассказывать бабушке, что он послушал очередной рэп-баттл, или Томми Кэш выпустил новый клип, как отнесется к этому бабушка? Способна ли она будет понять, чем увлекается ее внук, и одобрит ли она его увлечение? А почему нет? Я думаю, им тоже интересно, как бы, чем занимается вот молодежь. Почему нет? Они, я думаю, уже видели много, как бы, а Томми Кэш... И Томми Кэш не удивит их ничем уже. Нет, что не думаешь, что Томми Кэш удивит, да. Ну, литературный музей активно призывает к сотрудничеству и русскоязычную молодежь, но у многих из них предки и жизнь предков может быть не связана с Эстонией. Это не является препятствием? То есть все равно можно присылать свои... Я... Конечно. Это, конечно, такой провокативный вопрос, я понимаю, что вы тут тоже намекаете, но мне кажется, если человек, который записывает вот эти вот тексты, этот человек живет в Эстонии, это он, значит, часть эстонской культуры. То, что я тут такого-то паразоксальности, я не вижу. Да, для меня это тут нету никакой проблемы, нет. Если это бабушка из России, из Гринляндии, какая разница? Это все-таки, как бы, да, часть эстонской культуры, да. Ну, а вы когда-нибудь сами занимались фольклором или собиранием фольклора? Общались со своими предками для того, чтобы узнать побольше о культуре, которая была тогда в их время? Ну, я вот сказала, что вот этот раз, как бы, такой фольклор, это не только там народные танцы. Фольклор, в таком современной фольклоре, мне кажется, это уже, например, творчество субкультурных групп, например, там, граффити, это уже эстетика инстаграма, это уже ютуб, ютуберы, это все, как бы, сленг. Это все когда-нибудь станет фольклором народным. Да, вот именно, да, даже то, что я играла в 10 лет в тазу, это уже, как бы, фольклор, вот эти игры, все это, потому что это уже, как бы, память. Поэтому, мне кажется, вот это вот, вот, если так вот посмотреть на эту вот концепцию, это уже интереснее, да, чем просто там, а, какие-то там песни, танцы только. Но это не только акция, но еще и конкурс, кстати, и победитель, какие призы получит? Это я еще не знаю, я знаю, что призовой фон большой, так что не только один такой большой приз, но очень, да, призовой фон большой, много маленьких и больших призов. В общем, друзья, доставайте рассказы из бабушкиного сундука. У нас в гостях сегодня была поэтесса, хореограф и танцовщица Света Григорьева. Спасибо вам. Спасибо большое.